Я бы слепил с вас родину-мать! Нет, правда, вы такая вот... Ух! Вот настоящая русская женщина! Вы хотели сказать баба. А что плохого в слове баба? Для многих зрителей и любителей отечественных сериалов не могла пройти мимо история русской женщины, которую воплотила на экране актриса Екатерина Порубель в сериале «Серафима Прекрасная». Часто мы, зрители, отождествляем судьбу героини с реальным актером. Но так ли это на самом деле, и какие изменения произошли с Екатериной спустя 11 лет после выхода картины, об этом вам расскажет канал «Знакомые лица». Будущая популярная актриса появилась на свет в Москве, в семье педагогической интеллигенции, 8 июня 1983 года. Родители были физиками, но в тяжелые 90-е сменили сферу деятельности. Папа открыл секонд-хенд, где в итоге одевались все члены семьи, а потом и магазин кондитерских изделий. Девочка Катя была довольно крепкой. Ребята ее не дразнили, но она сама понимала, что выглядит не идеально. Рекордного веса Катя достигла в старших классах – 97 килограммов. Зато преподаватели театральной студии, куда с 12 лет ходила Порубель, уверяли, у подростка есть индивидуальность и большой талант. Девушка прислушалась к мнению наставников и отправилась на конкурс в Щепку, где ее заметил и принял на курс Виктор Коршунов. В училище самооценка студентки повысилась, к тому же благодаря занятиям танцами и сценическим движением, постоянной беготне и пропускам приемов пищи, Екатерина сбросила около 10 кило. Годы в Щепкинском училище подарили студентке бесценный опыт. После окончания вуза Катю приняли в Малый театр. Порубель перевоплощалась на сцене в атаманшую «Снежной королевы», ключницу и лучшую из произведений Островского. Амплуа составляли характерные героини, а о лирических актрисы и не мечтала. На съемочную площадку Порубель впервые попала еще на втором курсе, сыграла в сериале «Амапола». Следующие несколько лет актриса часто мелькала в эпизодах, а самой запоминающейся считала работу в картине о гидбригаде «Бей врага», где партнером Екатерины был Виктор Сухоруков. Также зрители могли видеть артистку в «Солдатах», «Докторе Живаго» и комедии «Ночные сестры». Первая влюбленность настигла Екатерину в студенчестве, а уже после выпуска из-за любовной истории, ей пришлось прервать карьеру. В августе 2008 года актриса родила сына Саву. С отцом ребенка, имя которого так и осталось тайной. Порубель разошлась, будучи беременной. Статус матери-одиночки не пугал. Катя считала детей главным счастьем в жизни и верила, что Бог поможет ей вырастить и обеспечить всем необходимым малыша. В августе 2009 года сыну исполнился год, а в начале сентября ее пригласили на пробы Серафима Прекрасной. На площадке у всех сложились теплые отношения, Екатерина свободно общались с гримерами, костюмерами и операторами. Но особого внимания удостоился осветитель Анатолий Левенец. Приветливый, доброжелательный и умный парень взял на себя функцию миротворца, улаживая любые конфликты между коллегами. Актрисе мужчина явно симпатизировал, выражал заботу, приносил чашку кофе в самый подходящий момент, вскоре по рубель стало ясно, что энергетически они очень близки. Постепенно знакомство переросло в романтические отношения, и именно в тот момент для Екатерины, как и для любой матери, было важным видеть, что Анатолий легко подружился с Савой. В конце мая 2011 Анатолий и Екатерина поженились, а в июне на Первом канале вышла Серафима Прекрасная. Никто не ожидал, что сериал произведет такой фурор, но, видимо, зрители соскучились по историям о сильных женщинах из глубинки. Именно тогда актрису начали сравнивать с Нонной Мордюковой. Присмотритесь, ведь правда, между ними есть что-то общее, а в 2012 по рубель номинировали на ТЭФИ. 29 мая 2012 актриса получила заслуженную премию, а через два дня родила сына Лукьяна. В декрете звезда не засиживалась, через три месяца стартовали съемки редкой группы Крови, так что пришлось нанять няню, которая приглядывала бы за малышом, пока мама работала в кадре, а папа – за кулисами. В 2017 в семье появился третий сын – Лев. Кстати, после свадьбы актриса сменила фамилию. Теперь она Екатерина Левенец. Но, конечно, для зрителей она так и осталась по рубель. Сегодня Екатерина продолжает играть на подмостках и гастролировать с театром, поэтому не всегда уделяет наследникам столько времени, сколько хотелось бы. Тем не менее, звезда еще мечтает о дочке и не против стать мамой в четвертый раз.